Как развивается мировая экономика России и Тверской области? Какие события в фокусе дня? Обо всем этом за три минуты. Более трети заемщиков, это 36%, приобретают автомобили в кредит без первоначального взноса. В свою очередь 24% клиентов сразу вносит около 30% от стоимости машины, а 23% заемщика до 20% от полной цены автомобиля. Подавляющее большинство россиян берет автокредиты сроком на 5 лет. В 2019 году 82% всех кредитов на покупку автомобилей было оформлено именно на этот срок. Второй по популярности срок кредита — три года, на который брались займы в 10% случаев. Ипотека сейчас является наиболее одобряемым кредитным продуктом. Для сравнения, по итогам прошлого года банки согласились выдать займ только 43% тех, кто просил об автокредите, и лишь 33% заемщикам и обеспеченных потребительских кредитов или кредитных карт. Средний уровень одобрения заявок по всем типам кредитов вместе взятым по итогам прошлого года составил более 36%. По итогам 2020 года эксперты ожидают умеренного снижения интереса граждан к потребительскому кредитованию при сохранении достаточно высокого спроса на ипотеку. В фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области принял решение о снижении ставки по микрозаймам в сумме до 5 миллионов рублей с 6% до 3 для действующих более трех лет субъектов малого и среднего бизнеса по ряду приоритетных направлений. Для предпринимателей, осуществляющих деятельность более трех лет, займа предоставляется под ставку 3% годовых. Данное условие распространяется на следующие виды деятельности – производство, туристическая деятельность, молодежное и женское предпринимательство, научно-исследовательская деятельность, спорт, экология, а также для предпринимателей в возрасте старше 45 лет. Предприниматель обращается на стойку регистрации, и его уже консультанты, администраторы распределяют по тем формам поддержки, которые ему интересны и которые были бы ему полезны в развитии своего дела. В прошлом году фонд выдал более 420 миллионов рублей поручительств, что позволило предпринимателям привлечь свыше 1,3 миллиарда рублей коммерческих кредитов, почти в два раза больше, чем в 2018 году. С начала декабря прошлого года до конца января во всех инспекциях Тверской области проходила всероссийская акция «Новый год без долгов». Уровень собираемости имущественных налогов за 2019 год по региону составил 76%, а те, кто не уплатил налоги в установленный срок, перешли в разряд должников. Общая сумма задолженности составляет 1,6 миллиарда рублей. Сейчас тем, кто не заплатил налог на землю, транспорт или недвижимое имущество направляют требования об их уплате. 28 тысяч граждан, это должники, имеющие сумму долга более 3 тысяч рублей, уже получили требования об уплате долга. Арест имущества должника, конечно, является одной из самых жестких, но тем не менее эффективных мер. Приведу несколько примеров результативных арестов. В ноябре 2019 года после ареста грузового автомобиля должника незамедлительно поступило в бюджет 150 тысяч рублей. Экономический обзор для тех, кто хочет знать актуальную информацию и оставаться в курсе экономических событий.